Американских военных научат делать воду из воздуха. Уже есть несколько разработок. Алексей Камынин изучал проекты. Спасибо, Лёша. Добрый день. В американском военном ведомстве сочетают экономию с огромными тратами. И вот как. За последние 10 лет армия США потратила несколько миллионов долларов на создание установки конденсации воды из воздуха. Создала даже несколько вариантов этих установок. И всё для того, чтобы упростить и удешевить снабжение частей водой. Чтобы понять, где выгода, давайте изучим характеристики этих установок. А потом произведём небольшие расчёты, несложные. Итак, в ходе программы армия США провела испытание установки, способной конденсировать из воздуха до 2000 литров воды в сутки. Система помещается в стандартный грузовой контейнер. На данный момент, как пишет Лен Троид, один из лучших показателей среди всех установок, что были продемонстрированы военными. Но есть и недостаток. Эта система расходует литр топлива на 5 литров воды. Да и шумит больно сильно. Ещё одна созданная установка способна вырабатывать даже больше 2000 литров воды в сутки. Вот только стоимость одного литра воды, полученного при помощи такой установки, составляет около 30 центов. Это, в общем-то, немного. Но и тут проблема. Разработчикам пока не удалось добиться стабильной работы этой системы. Она не была принята пока что на вооружение. Использование систем конденсации воды из воздуха позволило бы армии США экономить на доставке провизии несколько тысяч долларов в день. Судите сами. Сегодня доставка воды частям в Афганистане, например, составляет около 40 долларов за один галлон. Там по 4 литра в галлон помещается. Стоимость того же объёма конденсированного в установке всего доллар. Разница в 40 раз. Американские военные знают, на что тратить деньги. Тем более, что примерно треть массы всех грузов, поставляемых американскими военными в Ирак и Афганистан, приходится именно на воду. Спасибо. Алексей Камынин.